Год подходит к концу и по данным управления финансов бюджет нашего города имеет немалую дефицитную часть. Как решить эту проблему и достичь баланса решали депутаты на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. В настоящее время идет планирование городского бюджета на 2019 год. По информации руководителя управления финансов в этом году по утвержденному проекту доходная часть составляет 2 миллиарда 663 миллиона рублей, а запланированные расходы на 67 миллионов больше. Эта сумма и составляет дефицит бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов. Дисбаланс возникает из-за снижения областных субсидий, которые, по мнению областного министерства финансов, слишком велики для нашего города. И они нас убедили, и они считают, и они как бы это уже до конца ими определено, что вот 30 миллионов нам выделено, ну, мягко говоря, чрезмерно на увеличение субсидий на реализацию мероприятий. В связи с этим, значит, у нас остались без зарплаты управления культурой. Также не хватает средств на ассигнование в систему образования, на реализацию проектов по ремонту ветхого жилья. Евгений Шмендель пояснил, что в силу этого приходится перераспределять средства городского бюджета. По нескольким направлениям они были сэкономлены, а где-то приходится ассигнование урезать. Мы увеличиваем плановое назначение по налоговым доходам бюджета города Берска, значит, на 2018 год на сумму 3,5 миллиона рублей за счет налога на доходы физических лиц и увеличиваем расходы на фонд оплаты труда работников учреждения культуры на 2018 год на эту же сумму 3,5 миллиона рублей. Предвидится увеличение налога на вмененный доход с некоторых видов предпринимательской деятельности. Имеется в виду коэффициент базовой доходности К2. Депутаты данный проект одобрили. Дело в том, что величина этой налоговой ставки не менялась в нашем городе с 2011 года. Коэффициент имел значение 0,60, а теперь он изменится на 0,65. У нас проценты эти были низкие, иногда в 10 раз отличались от того же эскидема, от того же, значит, Кольцова. Поэтому мы считаем, что это был льготный режим. И вы знаете, что мы их увеличили совсем на какие-то доли, совсем небольшие. Главный финансист рассказал, что для предпринимателей эта сумма увеличится от 800 до 2000 рублей в год. Депутаты отметили, что данная ставка приемлема и не создаст больших проблем для бизнесменов.